24 июня в Копейске прошел круглый стол, посвященный острой теме сбора денег на ремонт многоквартирных домов. Мероприятие было организовано телеканалом Инсид ТВ и редакцией газеты «Копейский рабочий» по просьбе жителей города. Представитель регионального оператора объяснил копейчанам, как будут накапливаться и по какой схеме тратятся деньги собственников квартир. В соответствии с решением Государственной Думы было введено понятие фонда капитального ремонта общего имущества. Фонд капитального ремонта общего имущества формируется на каждый многоквартирный дом, который подлежит капитальному ремонту. И этот фонд капитального ремонта образуется в основном из ежемесячных обязательных взносов, которые были прописаны в 169-й статье жилищного кодекса. И было прописано правило, как вводятся эти обязательные взносы. Специалист отдела городского хозяйства рассказала собравшимся, как в «Копейске» формировались списки на капремонт и сколько домов будет отремонтировано в ближайшее время. В программу капремонта входит 1232 дома Копейского городского округа, периоды разработаны до 43-го года, в каждый период входит примерно по 200-300 домов. На 2015 год у нас 18 домов попало, рассчитывали из сбора процента, то есть это только начало сборов, поэтому взята маленькая часть пока домов. В 2016 году мы планируем 32 дома отремонтировать и дальше наращиваться темпы будет. Много вопросов в ходе круглого стола участникам задавали сами жители. В основном собственников жилья интересовало, не пропадут ли деньги, собранные на капремонт, качественно ли будут проводиться работы и кто станет контролировать их выполнение. Меня волнует тот вопрос, что у нас слишком много организаций, которые, собрав деньги, потом куда-то исчезают. Или, грубо говоря, если банк ВТБ, что-то с ним случится, именно он сейчас обслуживает эту специализированную некоммерческую организацию, то деньги, которые сейчас будут собраны, они просто-напросто их никто не увидит. Люди иногда опасаются, что те деньги на капремонт, которые собираются на спецсчёт, при выполнении работ, люди будут просто ограблены, потому что сейчас толком никакого контроля нет. Что из вас сегодня оператор представляет? И что вы делаете? И какие запасы денег у вас есть? Ответы на эти и другие вопросы вы можете посмотреть в отдельной программе, посвященной круглому столу по капремонту, которая будет транслироваться на канале Инсид ТВ в субботу 4 июля.